Своих новых напарников Улан пока не знает даже в лицо. Патрулировать улицы Бишкека теперь он будет вместе с бывшими ППСниками. Отыскав членов своей команды, милиционер теперь не может найти исправную машину. У той, что дали, не работают спецсигналы, да и рацию не сразу нашли. Без средства связи в первый рабочий день на службу около часа не мог заступить целый взвод. Совсем не так расписывал работу патрульной милиции министр МВД. На презентации новой службы милист Турганбаев обещал, что служители правопорядка будут приезжать на вызов за 10 минут. То, что творится на улице, они будут всем этим заниматься. Слово ДПС ГАИ уже забудет. Уже не будет. Патрульная милиция. Тогда же министр хвастал новой экипировкой службы. Ее название на части обмундирования почему-то оказалось на турецком языке. Впрочем, все внимание прессы тогда привлекло другое ноу-хау. Патрульной милиции выделили собственные фото и видеорегистраторы. С милицейским произволом министр пообещал бороться именно с помощью этих гаджетов. Это обычные просто записывающие камеры, которую флешку можно просто вытащить и потерять, например, или стереть данные. То есть, и никак это не проверится. Чем отличается новая патрульная милиция от прежних ДПС и ППС? Пока не все водители поняли. От изменений аббревиатуры большинство из них ничего хорошего не ждут. Свою собственную оценку новой патрульной милиции успели дать пользователи интернета. В сети уже несколько дней гуляет ролик, снятый в день презентации службы. На нем видно, как покружив возле сломанного светофора, сотрудники патрульной милиции, развернувшись, уехали. В итоге затор на перекрестке пришлось разгружать обычному пешеходу. Гебек Бегалиева, Азат Интумаков. Настоящее время. Мишкек, Кыргызстан.